ребят всем привет давайте думаю будем начинать у нас сегодня с вами вебинар по поводу того почему собственно говоря я ушел с голубана и поговорим про некоторые вопросы которые задали вы и вообще по поводу того как это все происходит у нас вами алишер на другой line линии сидит поэтому если что алишер тоже будет параллельно задавать вопросы и собственно говоря давайте будем начинать думаю довольно таки быстро управиться чтобы никого не утомить и соответственно будем двигаться как раз в этом направлении итак я думаю все кто меня знают уже заметили то что я всегда все свои вебинары всякой все свои курсы начинаю с чего-то того чтобы должны запомнить самого главного из моего разговора то есть в данном случае что я хочу сказать главная мысль которую я хочу донести заключается в том что вы не должны терять времени и чувствовать себя комфортно то есть другими словами вы должны понимать то что вас ограниченное время и соответственно нельзя его тратить на какой-то позиции или на какой-то должности из которой вы не выжимаете сто процентов понятно что эти сто процентов для каждого человека свои собственные но при всем при этом вы должны понимать то что вы не должны находиться в комфортном месте потому что если вы находитесь комфортном месте то соответственно у вас теряется теряется ваше развитие теряется ваша инерция то есть к примеру вот я вчера я свою сестру забирал из аэропорта и помню что один из таких моментов я думаю всех кто за рулем знают то что вот ты где-нибудь там какой-то либо притормозишь либо пропустишь один светофор и буквально все остальные светофоры которые ты если бы ты не ступил не что-нибудь не пропустил то ты бы на них усел успел то в данном случае ты их начинаешь пропускать потому что я просто благая одна ошибка ты потерял свою инерцию ты пропустил какой-то один светофор ты пропустил какую-то машину и из-за этого ты в итоге опаздываешь такое часто бывает на дорогах и на самом деле это просто показатель того как действительно это часто бывает в наших карьерах то есть условно говоря мы можем пропустить один светофор мы можем совершить одну ошибку поэтому что в случае карьеры это только это долгая ошибка которая крайне сильно повлияет на нашу общую карьеру так скажем in the long term то есть вы должны понимать то что каждая ваша позиция каждая ваша работа это фундамент вашей карьеры и соответственно чем быстрее вы набираете скорость для того на каждой позиции чем больше это чем более то престижно чем более это интересно тем по идее у вас в самом конце вы будете дальше то есть это далеко не линейное развитие это может сказать экспонента то есть другими словами если вы попадете на самые модные места в самые модные компании именно они создадут для вас наилучший фундамент для работы в будущем итак давайте что я хотел сказать то есть я хотел начать с того то что вообще как работает профессионализм да то есть как за что вас будут ценить и как это будет работать если вы посмотрите сказать на более большую картину мы вернемся собственно говоря к этой пирамиде и что это означает то что изначале вашего карьерного пути большинство людей ценят за знания то есть чем знания отличаются от навыков знания отличаются тем то что вы просто знаете как что-то сделать другим словом вы знаете как сделал bcf вы знаете как вообще происходит процесс это так сказать первая ступень которая там может быть она доступна для практикантов или аналитиков первого года дальше мы с вами переходим на навыки то есть навыки это не просто знать что это такое как это делать а вообще уметь это делать то есть вы знаете как нарабатывать потом в том же самом dcs как работаем каким dcf как работать над моделями как их строить вы знаете какие-то самые распространенные ошибки самые распространенные подводные камни то есть другими словами бы не просто знаете вы можете в любой момент это повторить и при всем при этом на крайне высоком уровне. Потом вы медленно переходите к опыту. Что подразумевается под опытом? Опыт это не просто уметь что-то сделать, а знать подводные камни, знать как выйти из нестандартной ситуации, знать как разрешить уравнение со множеством переменных. То есть, другим словом, когда у вас есть много неизвестных, вы не знаете как приступить, данному моменту и вы именно работаете над этим. То есть, другими словами, опыт это следующая ступень после навыков, когда вы не просто знаете, как это делать и как это делается, а вы также знаете, как находить выход из нестандартных ситуаций. И, соответственно, что я хочу сказать, то есть, именно вот эти первые три ступени, конечно, в основном вот эти две, это то, которое ценится на самом начале вашей карьеры, будь то это в IB, будь то это в налогах, будь то это в аудите, то есть, это знания, навыки и немного опыта. И, собственно говоря, именно поэтому мы в свое время и сделали Академию, чтобы дать те знания, те навыки и немножко опыта поделиться, чтобы у людей была возможность именно начать свою карьеру, взять эту начальную инерцию для того, чтобы получить более престижные позиции, которые потом крайне помогут в их карьере. И, естественно, после того, как вы уже нарабатываете опыт, у вас уже появляется репутация. То есть, как вы думаете, чем репутация отличается от славы? Вот я на самом верху поставил славы. То есть, не то, что там человек какой-то славы наверху. Это, так сказать, фейн. Чем репутация отличается от славы? Как вы думаете? Давайте чуть-чуть подождем. Как вы думаете, чем репутация отличается от славы? Видимо, все стесняются. Репутация от славы отличается в том... Слава имеет более массовый характер. Репутация может быть плохой. Слава мне компаний или отрасли массовостью. Да, то есть, как бы, вы абсолютно правильно ответили, что слава – это что-то более распространенное. Вот репутация только среди коллег, а слава – это известность даже среди людей, которые могут быть далеки от профессии. Именно. То есть... Ну да. То есть, понятно, что и слава, и репутация также может быть... Может быть негативной. Но смысл заключается в том, что репутация – это профессиональное что-то. То есть, другими словами, про меня знают, что я могу сделать определенные вещи. Про меня люди, с которыми я работаю, меня мои коллеги из моего банка, из соседних банков, с GTP, firms, знают, что я могу сделать. И, соответственно, это именно моя репутация. А уже слава – это, условно говоря, когда люди меня знают вне компании. То есть, другими словами, например, если... Мы говорим, скажем, про Ллойда Бланкфейна, понятно то, что у него уже слава. Да, у него есть репутация как профессионал, но при всем при этом все прекрасно понимают то, что CEO Goldman Sachs обладает определенными навыками, обладает определенными умениями, которыми его делают известным не только в среде банкиров и не только в среде инвестиционных банкиров, скажем. То есть, условно говоря, я сейчас, я где-то нахожусь вот здесь. То есть, у меня уже есть довольно-таки хорошая репутация, потому что это на английском называется track record, который я наработал. У меня есть довольно-таки большой опыт, и где-то у меня уже появляется небольшая слава. То есть, другими словами, меня уже знают люди, то есть, например, опять же, вы знаете меня, а другие какие-то люди могут знать непосредственно не связаны с моей профессиональной деятельностью. То есть, еще раз хочу сказать, что все эти моменты вы должны помнить по мере того, как вы развиваетесь в вашей карьере, чтобы вы понимали, что на каждом этапе самое важное. Это, по идее, такое последнее, что я хочу сказать по поводу, так сказать, общего разговоров, и сейчас мы уже перейдем к вопросам, которые вы задали. Есть ли какие-нибудь вопросы вот по этой репутации? Извините, вот по этой пирамиде, которую вы видите перед собой. Есть ли какие-нибудь вопросы? Отлично. Давайте перейдем к вопросам. То есть, первый вопрос – это культура в Голлмане. Начиная от… Сейчас я точно зачитаю, чтобы ни в коем случае не ошибиться. То есть, культура в Голлмане от того, как одеваются и заканчивают скиллсетом. Заканчивают скиллсетом. То есть, культура в Голлмане, как любая культура, она меняется. То есть, условно говоря, до того, как Голлман стал публичной компанией в 98-м году, требования были вообще… Все ходят исключительно в костюмах. То есть, пиджак, галстук, рубашка. То есть, все ходят исключительно в костюмах. После того, как Голлман стал уже публичной компанией, эти требования были определенно расслаблены, и вы уже могли одеваться так в бизнес-кяжелл. То есть, другим словом, вы могли быть в рубашке, и вы могли быть без галстука. Но, тем не менее, все равно была большая культура именно костюмов. И, соответственно, это то, что я достал в 2011-м году. То есть, если бы я здесь несколько сделал фотографий, начиная с моих, так сказать, первых дней в Голлмане и так далее, то есть, видите, я, собственно говоря, сам одет в костюм, рубашку, галстук. Соответственно, мои коллеги тоже одеты в костюм, рубашку, галстук. Вот еще один мой коллега одет в рубашку и галстук. И, соответственно, вот еще одна фотография, которую я сделал в 200 West тоже. То есть, вы видите, кто-то в костюмах, кто-то без. Но, тем не менее, крайне официально одежда все равно присутствовала. Потом, со временем, из-за того, что все больше и больше становилось миллениалов, культура стала меняться. И сейчас уже, конечно, если вы не напрямую в этот день работаете с клиентами, то вы можете даже надеть джинсы, вы даже можете надеть рубашку. Понятно, что никто там особенно не ценит, если вы придете в футболки. Но, тем не менее, очень сильно расслабилось именно отношение к одежде. То есть, все вот эти шутки по поводу всех этих Патагоний вестов, по поводу каких-то там Гуччи ботинок, которые вы видите в Инстаграмах, всякие Леверд Ллойд, это действительно присутствует. То есть, многие ходят в этих вестах, на которых написано Goldman Sachs. И, соответственно, да, это распространено. Но, тем не менее, если вы находитесь более-менее на revenue side, все равно люди стараются одеваться именно в, по крайней мере, в рубашку. То есть, другими словами, официальные штаны и рубашка. Это то, какой дресс-код распространен. Опять же, там я всегда ходил в галстуке, всегда часто ходил в костюме, потому что меня эти весты не устраивают. И, соответственно, старшее поколение также ходит по-прежнему в костюмах, по-прежнему в пиджаках. По-прежнему в галстуках. По поводу скиллсета. Понятно, что скиллсет, одна из отличительных особенностей Goldman заключается в том, что Goldman очень много тратит на обучение своих сотрудников. То есть, какой-то скиллсет, которого изначально у вас, может быть, даже не быть, Goldman дает. То есть, другими словами, на протяжении своей карьеры в Goldman у меня было много классов, много каких-то сессий, когда меня обучали определенному скиллсету. Но Goldman очень сильно фокусируется на общении. Будь то это вербальное общение, будь то это коммуникация именно электронная, имейлы, сообщения и, конечно же, презентативные навыки. Goldman на этом очень сильно фокусируется. Я могу сказать, что люди из Goldman в основном выделяются этим. То есть, другими словами, скиллсет на... целенной на коммуникации. Если у вас, по ходу, будут какие-то вопросы, просто задавайте. Итак, зарплаты и альтернативы. То есть, про альтернативы сложно что сказать, потому что как только вы выходите из... из колледжа, то понятно, если вы хотите работать в финансах, то Goldman, по идее, является, конечно же, вашим выбором номер один. Почему? Потому что, как я уже говорил в самом начале, вы набираете определенную инерцию, вы набираете определенные навыки, которые помогают вам выбиться вперед. То есть, Goldman является... Goldman или еще какие-то другие престижные компании, не обязательно Goldman. Но почему, так скажем, людей из Goldman любят? Или, например, опять же вопрос, почему в Goldmanе любят людей, скажем, из Ivy Leaks, то есть самых престижных университетов Лиги Плюща? Почему это? Все довольно-таки просто. Потому что тем самым перекладывается какой-то этап отбора на определенные... на другие институты. То есть, другими словами, если я иду, скажем, как в Гарвард, я понимаю, что люди, которые там есть, уже обладают какими-то минимальными персональными качествами, минимальными знаниями, которые делают их достаточно уникальными, достаточно сильными, чтобы попасть в Гарвард. Само образование, оно как бы уже будет вторично. Смысл заключается в том, что это крайний selective организация, которая выбирает людей на основе их каких-то достижений. И поэтому мне уже не надо будет отсеивать всякий шлак. Я уже понимаю, работая с Гарвардом, работая с МГУ, работая с ВШЭ, плешкой и так далее, то что это, по идее, лучшие студенты, которые только есть самые амбициозные, самые целеустремленные в данном направлении. То же самое касается и Голлмана. Если вы попали в Голлман, Голлман тоже очень селективный институт. Если вы туда попали, то все уже знают, что у вас есть определенные навыки, определенные умения, которые выделяют вас от всех других, которые тоже подавались с вами. Поэтому, понятно, что для меня, я считаю, что в Голлмане, начиная свою карьеру в финансах, это наилучший вариант. Теперь по поводу зарплат. Зарплаты, понятно, меняются. Единственное, где есть более или менее стабильные зарплаты, это у нас с вами будет на начальных позициях. В Голлмане вообще, в общем и целом, на начальных позициях зарплаты те же самые. То есть, бонусы, естественно, меняются. Но, а зарплаты, они остаются фиксированы. Самые большие именно зарплаты, не бонусы, это в трейдинге, в инвестиционном банкинге и в технологии. В технологии, там, кванты или просто обычные какие-то технологии. Они обычно колеблются в США, в Нью-Йорке от 85 до 100 тысяч. Это ваша начальная зарплата, но особенно не обольщайтесь, потому что, если вы живете в Нью-Йорке, то у вас налоги там будут от 30 до 50 процентов. То есть, на руки вы, естественно, получаете очень меньше, Нью-Йорк очень дорогой город. В общем и целом, для зарплаты аналитика слэш-практиканта годовой разброс находится где-то от 40 до, как я говорил, 100 тысяч. То есть, в зависимости от департамента, в зависимости от локации. То есть, понятно, что где-то, если мы это говорим про именно развитые страны, то есть, если мы говорим про Лондон, если мы с вами говорим про Германию, если мы с вами говорим про США, если мы с вами говорим про Токио. То есть, они все колеблются где-то от 40 до 100 тысяч долларов, в зависимости от локации и в зависимости от конкретного направления. Понятно, что есть какие-то офисы, собственно говоря, Москва находится на ставке Лондона, поэтому в московском офисе такие же зарплаты, как в Лондоне, только за исключением налогов, то, что в Англии у вас там будет 40% налог, по-моему, а тут у вас 13% налог. Понятно, что есть какие-то такие места, такие как Варшава и, понятно, Бангалор, где платят меньше, но, тем не менее, если мы говорим про какие-то нормальные, развитые страны, то мы с вами смотрим где-то от 40 до 100 тысяч. Кванты – это Quantitative Analyst, то есть, человек по количественным финансам. Это именно зарплата и альтернативы. Есть ли какие-нибудь вопросы здесь, потому что я иду дальше. Окей, если у кого есть какие-нибудь вопросы, пожалуйста, задавайте, обязательно на них ответь. Так. Сложность и этапы отбора, то есть, другим словом, сложность попадания, как туда попасть и что происходит. То есть, сложно действительно попасть, а кванты и технология получают именно зарплат больше всего. То есть, другими словами, мы с вами смотрим на именно зарплаты, которые находятся на самом верху. То есть, именно для технологий и квантов мы видим самые большие зарплаты. То есть, как я уже говорил в самом начале, то, что самые большие зарплаты у банкиров, у квантов, слэш технологий и у трейдеров. Понятно, что у трейдеров и у банкиров больше бонусы, как и у квантов, чем, например, если вы работаете в технологии. Но, тем не менее, все равно из-за того, что в США особенно очень большая конкуренция за хорошие технологические кадры, то зарплаты в технологии и в квантах, опять же, находятся на уровне инвестиционного банкинга и трейдинга. Опять же, как я хочу сказать, то, что бонусы очень и очень сильно отличаются. Да, около, длина начальной позиции около 100 тысяч в год. То есть, потому что, я не могу сказать точно, потому что, когда я уходил, это было 85 в Нью-Йорке, но я слышу разговоры, что хотят поднимать до 100. ЗП в Лондоне, собственно говоря, находится вот в этом диапазоне. От 40 до 100 тысяч, в зависимости от того, где и в каком направлении вы идете. Там, думаю, на самом деле, нет. До 100, думаю, там до 75, но где-то в этом районе. То есть, от 40 до 75 тысяч фунтов. Какой процент от ЗП заставляют бонусы, это зависит исключительно от вас. Вы можете до бонусов просто не дожить. Чем занимаются те, кто работает с технологией? Всем занимаются по-разному. Много кто работает с данными. То есть, например, когда я разрабатывал какие-то модели, мне нужны были данные, мне нужны работы с технологией для того, чтобы мне эти данные предоставили. Они занимаются разработкой различных регулятивных аппликаций. Они занимаются разработкой различных систем, которые помогают систематизированно работать над различными задачами. То есть, другими словами, как мы оцениваем кредитный риск. Вместо того, чтобы это делать в Excel, создается специальное приложение, которое это все упрощает. Михаил, я, собственно говоря, отвечу. Этот вопрос уже есть. Так, сложность этапа отбора. То есть, какие у нас есть этапы отбора? На первом месте у нас идет сейчас, я, по крайней мере, когда я уходил, то, что в Гомане первый этап – это видеоинтервью. То есть, другими словами, вам задают вопросы, и вы отвечаете. Это не самый, на мой взгляд, лучший подход, но, тем не менее, помогает сэкономить крайне много времени. То есть, сначала вы отвечаете на заготовленные вопросы, и потом, если вы практикант или аналист, чаще всего вас приглашают на так называемый супердэй. То есть, с вами могут поговорить по телефону один раз и вас приглашают на супердэй. В чем заключается, собственно говоря, супердэй? Супердэй заключается в том, что все соискатели на данные позиции приглашаются в офис, и у них в течение дня проходит различное интервью с различными командами. То есть, у вас будет от двух до шести интервью, или там даже больше, которые вы будете проходить в течение всего дня. Это способ, который помогает банку просто выделить один день и закончить со всеми в интервью в этот один день. То есть, это то, как у нас происходит этап отбора. Опять же, насколько я знаю, нет никаких тестов, никогда их не видел, нет никаких дополнительных задач. Мы просто фокусируемся на том, как мы можем быстро и качественно оценить человека. Попасть, понятно, что сложно, потому что, опять же, позиций мало, аппликаунтов много. То есть, на какие-то позиции Goldman, который публикует, скажем, в LinkedIn, подается там 500-600 человек. Понятно, что отобраться тяжело по поводу того, как свои шансы улучшить. Я говорю в рамках нашей академии, но в общем и целом попасть действительно сложно. Николай, ваш вопрос я видел, отвечу в самом конце. Дальше. Отличие Goldman Sachs от других bulge bracket. То есть, для того, чтобы вы поняли, куда я ушел. На данный момент я ушел в Велшфарго. И Велшфарго – это, по идее, такой аналог Сбербанка в США. То есть, это крупнейший, ну, один из крупнейших ритейл-банков, в котором есть как направление ритейла, так и направление называется wholesale, но это, по идее, investment banking и trading. То есть, я именно нахожусь в wholesale banking и capital markets. В чем есть отличия, которые я, например, вижу? То есть, я понял, что я не был там в JP Morgan, я не был в каких-то других банках, но я могу по своим собственным наблюдениям сделать пару, так сказать, замечаний. А первый момент – это то, что в Goldman все очень, очень молодая культура. То есть, в Goldman очень сильно нанимают аналитиков, очень сильно нанимают практикантов, и их постоянно очень и очень много. В каких-то других банках, как я вижу, обычно команды чуть-чуть постарше. То есть, не сильно, но старше. Goldman очень любит нанимать напрямую из университетов, обучать и тем самым двигаться вперед. В других банках, в том же самом JP, в Welshi, команды все-таки чуть-чуть постарше обычно. Поступил вопрос по поводу предыдущего слайда. Антон спрашивает, этапы отбора одинаковы в каждой стране. Да, они одинаковы в каждой стране. Вот. Еще какие моменты я могу отметить. То есть, помимо того, что в GS очень молодая культура, в GS очень развит момент ответственности. То есть, другими словами, в GS есть люди, которые ответственны за какое-то конкретное направление. То есть, что я вижу, например, в Welshi, в других банках, не всегда понятно, кто за что ответственный. В Goldmanе такого нет. У каждого достижения и у каждого провала и существует имя и фамилия. Поэтому в Goldmanе очень большой фокус именно идет на какие-то конкретные персонали, кто за что ответственен и кто конкретно несет непосредственно, будь то это материальную или даже карьерную ответственность за тот или иной проект. Это то, что касается, чем, что я могу сказать. То есть, еще раз хочу сказать, это более молодая культура, более агрессивная и из-за этого более энергичная. И очень большая ответственность. То есть, у каждого направления, у каждой сделки есть ответственный человек, который полностью за это отвечает и, соответственно, пушит всех остальных. Теперь по поводу причины ухода. Помните, как я вам говорил, то, что важно иметь, не терять время. Произошла такая ситуация, то, что у людей, которые были надо мной, они поняли то, что, условно говоря, они не получают те деньги, которые им причитаются за их опыт и они поняли то, что они не имеют той поддержки, которой должна быть. То есть, чтобы вам не говорил, для того, чтобы идти на самый верх и идти семимильными шагами, должен быть у вас какой-то покровитель. То есть, это может быть ваш какой-то там родственник или может быть ваш босс, с которым вы работаете, который вас ценит. Именно этот человек будет вас толкать. Если такого человека нет, то, соответственно, ваша карьера будет идти намного и намного медленнее. Соответственно, ситуация эта произошла с моим боссом. Я думаю, вы знаете то, что были определенные пертурбации после ухода Коана, потом было после ухода Чавеса и других людей. То есть, не ушли несколько, извините, Чавеса, как же его, забыл, там был Косио Соломоном, Шварц, Шварц, Шварц был. Он тоже ушел и, соответственно, на самом верху поменялась позиция. Позиция и, соответственно, мой непосредственный начальник, который отвечал за все направление, он потерял, условно говоря, своего покровителя. Человек, который был покровителем, он ушел и, соответственно, карьера уже бы не пошла по такому сильному, по сильной траектории, которая была. Поэтому этот человек ушел в Шварго и, так как этот человек, собственно говоря, знал по поводу моей репутации, знал по поводу того, что я могу, они меня позвали в Шварго с очень солидной прибавкой зарплаты. Понятно, что я просто ушел, потому что, во-первых, у меня опять появился человек, на которого я могу опираться в плане карьерного развития и также, понятно, с материальной точки зрения, мне просто предложили намного больше денег. Это вообще, так сказать, типичный момент, то, что, условно говоря, на Голлмане нужно кэш-аут. То есть большинство аналистов в IB, они, собственно говоря, работают там 1-2 года, получают какие-то навыки, получают эту, так сказать, бирку отбора в Голлмане и уходят, потому что в других местах им будут платить просто тупо больше. То же самое и здесь, я чуть подождал, то есть я проработал 7 лет и, соответственно, я смог, так сказать, кэш-аут на большем уровне. То есть, собственно говоря, вот почему я ушел. То есть еще что-то политическая поддержка и больше денег. Тут еще пару вопросов поступили, пока мы сидели. То есть, куда лучше уходить из ЖС, когда лучше уходить из ЖС и куда. Все зависит от того, куда вы хотите уйти. То есть, другими словами, я ушел на такую позицию, где я уже управляю людьми, где я использую свой опыт и репутацию для развития различных проектов, различных направлений. То есть, я считаю, что я ушел то, когда мне было комфортно. То есть, у меня была цель сделать вице-президента в минимально короткий срок. Я это сделал за 5 лет. И, соответственно, после этого я уже стал смотреть, как я могу кэш-аут. Многие уходят до того, как они получат асоси это. То есть, другими словами, через 2-3-4 года. Это все зависит от того, куда вы конкретно хотите уходить, на какую позицию. То есть, понятно, что люди, многие уходят в private equity, фонды прямых инвестиций, потому что там можно получить намного больше денег в самом-самом начале вашей карьеры. Так, Дмитрий спрашивает, если тебе 30, попасть нереально? Реально у нас были пару кейсов, когда были более, так сказать, более возрастные кандидаты. Но если вы хотите попасть именно на позицию практиканта и аналиста, то вы должны учиться в университете. В Голмане исключений нет. То есть, вы должны учиться в университете или вы должны вот-вот только закончить. В некоторых случаях это бывает. Теперь, помогает ли бренд GS? То есть, вот, собственно говоря, ответ на вопрос Николая. Почему меня представляют как экс-вайс-президент Goldman Sachs, а не вайс-президент Wells Fargo? Потому что Goldman Sachs просто очень большой бренд, особенно на международном уровне. Wells Fargo это американский банк, который существует только в США. Соответственно, если мы с вами говорим про бренд, бренд, то понятно, что бренд Goldman Sachs намного более, более силен. Помогает ли бренд Goldman Sachs? Конечно же, да. Потому что, как я уже говорил, это этап начального отсева. Опять же, тот факт, что я вице-президент. То есть, я, например, сейчас в Вашфарго работаю с людьми, в которых там 13, 14, 13, 14, 15, 16 лет опыта, и они еще не вице-президентом. То есть, это тоже добавляет тот момент, что в самой престижной организации ты добиваешься этого карьерного шага. Это тоже много о чем говорим. Вот. И, конечно, как я уже говорил, это является хорошим гейтвейм для того, чтобы наработать именно свою репутацию. Если ты достиг очень интересных вещей в самом престижном банке, то понятно, что это очень сильно повышает твою репутацию и где-то даже работает на славу. То есть, другими словами, если бы я работал, не знаю, в каком-нибудь, не знаю, там, Татфонд банке, который бы он разорился, то понятно, вы бы, наверное, меня с таким интересом бы не слушали. Бренд GS действительно работает, но при всем при этом нужно понимать то, что тот факт, что бренд GS работает, знают не только вы, но и люди, которые в GS. Поэтому в GS абсолютно никто никогда ни за кого не цепляется, потому что желающих всегда очень и очень много и, соответственно, людям не доплачивают, относительно даже других банков, просто потому что это GS. GS все понимают то, что бренд также имеет большую стоимость и поэтому GS этим пользуются и, условно говоря, не доплачивают людям на общем скеле. Вот. А еще спрашивают вопрос, насколько сложно попасть из российского ИБ в американский. Это не просто сложно, это невозможно. Почему? Потому что по одной простой причине. то, что инвестиционный банкинг строится на двух вещах. Он строится на знаниях и на отношениях. Вы, как иностранец, вы, как человек, не встроенный в данную культуру, никогда не сможете построить нормальные связи, которые помогут вам работать в том или ином банке. То есть, другими словами, если вы только не пойдете в какой-то топовый университет, типа Гарварда, типа Ела, который поможет вам, во-первых, построить связи, а во-вторых, а во-вторых, так сказать, привнести в вас частичку культуры американской, то, соответственно, вы просто не попадете. Потому что вы не знаете особенности бизнеса, как это ведется в Америке, вы не знаете налоговые коды, вы не знаете даже, собственно говоря, гэп очень сильно отличается от IFRS, вы не знаете какие-то моменты там, вы не знаете культуру, как я уже говорил, и, соответственно, это просто невозможно. Зачем вы там нужны? Там очень много людей, которые выпускники Гарварда, Ела, Стэнфорда и так далее, с которыми вы будете конкурировать. Зачем вы там со своим неидеальным английским, не из сильных могущественной семьи? Зачем вы там нужны? Теперь вопрос. Можно ли добиться успеха в кванта-технике, не имея технического и математического образования? Да, это возможно, потому что кванта-технике являются разные позиции. То есть вы там можете быть, например, бизнес-аналистом, который больше фокусируется именно на бизнесе и использует необходимые навыки для просто улучшения своей работой. Такой карьерный путь мы говорим в рамках нашего курса по Data Science и Quantity Finance. Да, это возможно, но понятно, что у вас будет позиция менее количественная и более близка к бизнесу. Теперь Самбур спрашивает. Можно ли попасть в IB с юридическим образованием, точнее аудитор юридического направления? Такой показатель в том, что CEO Goldman Sachs, сейчас он уходит, Ллойд Банкфейн, у него образование юриста. Так что ответ – да, можно. Потому что юристы, опять же, работают в этом направлении, тоже похожие культуры, похожие направления. Поэтому если вы из топового юридического вуза и с топовым юридическим опытом, то вы можете спокойно попасть в IB, да, это возможно, такое случается. И то есть, как я уже говорил, то есть бренд GS именно работает вот над этими двумя моментами. То есть из-за того, что вы действительно работаете с одними из лучшими людьми в индустрии, у вас очень сильно повышается опыт, у вас повышается репутация, потому что это бренд GS и у вас где-то даже нарабатывается слава, как, например, в случае со мной. Почему вы меня слушаете? Потому что, собственно говоря, я из GS. И теперь спрашивают, этот вопрос уже был, собственно говоря, GS USA versus GS World, то есть сравнение с другими офисами. Сказать, на самом деле, довольно-таки сложно, потому что я в других офисах не работал. Но в США все-таки вообще, в общем и целом, более строгая и дисциплинированная культура работы. То есть в США работают очень много, в США мало праздников и, соответственно, это накладывает определенный отпечаток, отпечаток на вообще всю рабочую культуру. То есть в США люди больше работают, самый центр все равно находится в США, поэтому там немного другая динамика. Тем не менее, все равно Лондон тоже очень большой офис, тоже очень требовательный, очень напряженный. Но тем не менее, в США все равно считается чуть более напряженная работа, чуть более глубокий фокус на каких-то вещах. То есть на самом деле разница в общем и целом минимальная. То есть я знаю людей, которые приехали в Варшаву, в общем и целом разница минимальная. Все офисы выглядят крайне похоже, поэтому стараются делать как можно меньше различий между различными офисами. И, например, переработки. Всех интересует, а как же в Голмане с переработкой? Я всегда говорю про Голман, то что Голман это culture of false urgency, то есть другими словами, все, кто работают в Голмане, от тебя требуют работы непосредственно вчера, то есть это должно было быть сделано вчера. Это много раз происходило, это связано с клиентами, это связано с тем, что есть конкретно ответственные люди, как я говорил по поводу разницы, то что есть какой-то конкретный человек, чья, можно сказать, судьба зависит от данного проекта. Поэтому этот человек максимально педалит данный проект именно для того, чтобы это сделать не просто раньше, не просто в срок, а раньше. Поэтому переработки в Голмане, да, случаются, то есть другими словами, никто не будет говорить, ой, давайте сделаем это завтра, если что-то нашли и нужно делать сегодня, это будут делать до той поры, пока вы это не сделаете. Это первый момент. И второй момент, который очень важен, в Голмане, это даже не столько переработки как таковые, то есть там, условно говоря, не просто там рабочий день от 12 до 16 часов, а смысл в том, то что вы все ожидают, что вы будете на связи 2-4 часа в сутки, 7 дней в неделю. То есть у меня были звонки, когда мне и в 2 часа ночи звонили, и в 3 часа ночи звонили. То есть это абсолютно нормально, то что людям звонят в любой момент времени и, соответственно, от них чего-то хотят. То есть эти переработки, да, они существуют. И, наконец, последний момент, это проекты в разных департаментах. То есть другими словами, это такой вопрос, который довольно-таки сложно ответить, потому что, условно говоря, у нас есть с вами 2 основных момента, когда у нас будут компании работать. Первое – это регулятивные требования, и второе – это revenue требования. Все остальное в современном мире идет по остаточному принципу. Да, мы можем делать какие-то улучшения, да, мы можем делать какие-то другие проекты, но по факту все двигается либо требованием регулятором, либо требованием заработать денег. Соответственно, все это находится в этом направлении, и очень сложно сказать, какие конкретно проекты работают в каждом из департаментов. Так, Самбур спрашивает. В какой российский ИБ посоветовали бы пойти? Метаюсь между legal отделов в Big Four и IB. Если IB действительно высокого уровня, идите в IB. Влас, подскажите, пожалуйста, вы говорите, что GS практикует привлечение новых сотрудников компаний через топовый университет, та же самая Лига Плюща. Как вы думаете, какие ваши личные знания, качества и навыки помогли помогать в GS вашим дипломом в University of Utah? Ну, начнем с того, что University of Utah в целом, если мы говорим про компьютерное образование, то это топ-30 школы. Да, то есть у меня мое первое образование компьютерное, второе финансовое, то есть в финансах это топ-25, в компьютерах это топ-30. То есть это таргет университета, из которого набирают народ. То есть он в общем и целом не самый высокий, но при всем при этом это таргет университет, потому что бизнес и компьютерные программы, они находятся на очень серьезном уровне. Так. АГС открыл офис в Стокгольме, в Швеции вроде очень либеральные режимы труда, сокращенные рабочие дни. За это доплачивают сверху. В Париже тоже есть офис, то есть в Париже у нас 35-часовая рабочая неделя и соответственно 35-часовая рабочая неделя и тем не менее там просто меньше народу и конечно же Голубен вынужден соответствовать трудовому кодексу той страны, в которой он работает, но понятно, что он за какие-то определенные вещи он доплачивает. Но в большинстве случаев, будь то это Россия, будь то где тоже опять же в США тоже по идее 40-часовая рабочая неделя. Если вы находитесь на самых высоких позициях, все прекрасно понимают то, что никто никому ничего не будет доплачивать. Может быть, конечно, еще раз говорю, в Стокгольме я что-то не знаю, но люди, которые работают в Париже, они работают вместе с Лондоном. То есть условно говоря, несмотря на то, что 35-часовая рабочая неделя, они все равно там работают там 70-80 часов. Это как бы абсолютно нормально. Другое дело, что у них больше отдых, чем опять же там скажем в США, но тем не менее, они все равно работают те часы, которые они должны работать. Никита у меня спрашивает, а для чего вам такая работа? Звонки в 2 часа ночи, никакой семейной личной жизни. Любите работать, поэтому почему не сделать свое дело? Потому что сделать свое дело, когда ты иностранец в другой стране, а я в США, это крайне и крайне тяжело. Это начнем с этого. То есть начиная с иммиграционных моментов и заканчивая моментом, опять же, связи и так далее. Не знаю, жена, женой все нормально. У меня жена и сын, и все нормально. Подскажите, пожалуйста, а можно ли попасть в IB после работы в финансовом отделе в МСГ компании, или для этого необходимо получить специфические знания в той же четверке, или еще где? Обычно делают наоборот. Обычно идут в IB, а потом в корпоративные финансы. Вот. Поэтому я, собственно говоря, не знаю, насколько это возможно. Мне кажется, навыки похожи, но это зависит. Это нужно смотреть на конкретный случай, чем вы занимались и так далее. Есть некоторые департаменты, которые делают больше сделок, чем в каком-нибудь IB. Это такое бывает, и тогда людей просто с руками отрывают. Будут ли плюсом при поступлении в Big4 или IB два образования? Возможно. Возможно нет. Все зависит от вас. То есть это реально такой случай, когда вы не можете сказать. И можно ли после Big4 пойти в IB? Да, можно. Такие кейсы бывают. Если вы идете на оценку, если вы идете на advisory в четверку, то потом в IB попасть легко. Вера спрашивает. Влас, расскажите, почему вы, получив качественное IT образование, пошли в финансы? Потому что, как говорят TargetWooz, они сказали, какими задачами они занимаются. Мне понравилось, я пошел. Вот и все. Развиваться в финансах? Ну, мне это понравилось. Мне реально понравилось. То есть, как видите, я получил второе образование. Я стал заниматься CFA именно в этом направлении. Просто мне понравились финансы. Вот и все. Но опять же, то есть мои технологические знания я использую каждый день. То есть это я именно нахожусь на позиции такой quantitative. Quantitative Management, где я использую все свои, так сказать, компьютерные знания. То есть это не сказать, что это IT, то есть это не связано с сисадминством и так далее. Это именно направлено на разработку каких-то систем. Никита, в целом правильно вы говорите. То, что просто я абсолютно считаю, что в России можно зарабатывать те же самые деньги. Это абсолютно, это абсолютно с вами согласно. Может, даже больше. Просто волею случая я оказался в США. Я переехал с родителями. И, соответственно, просто здесь у меня образовалась какая-то жизнь. И пока я двигаюсь здесь. Но в общем целом вы абсолютно правы. То, что США не предоставляет каких-то особенных преференций за ощущением того, что действительно можешь работать с людьми, которые учат тебя вещам, до которых ты бы сам допирал бы намного больше. То есть я считаю то, что конкретно в Голлмане я получил намного больше опыта, чем я бы получил, например, начав работать в Велше, просто потому, что ты работаешь с очень хорошими, очень профессиональными людьми. Я сейчас работаю в хедж-фонде, на меня Майнд IB. Будут ли спекулятивные навыки в фондовом рынке полезны в IB? Не особенно, потому что это разное направление. Вы, скорее всего, больше подходите для трейдинга. Александр спрашивает. Можно устроиться трейдером в Голлман Сакс после участия в Кубке Робинсона. Не знаю, что такое Кубок Робинсона вообще. Поэтому, может быть. Николай, про что, как? Не понимаю вопроса. Дмитрий спрашивает. Реально ли перейти в IB из фармы, в частности, из бездев-отдела? Вряд ли. Это, скорее, консалтинг. Потому что все-таки IB требует очень специфических навыков, очень специфических знаний. Вы говорили про покровителя на работе, как его приобрести. Еще раз говорю. Желательно вы... Ваша лучшая попытка – это пытаться понравиться своему боссу. То есть, это то, что произошло в моем случае. Я работал с человеком, который рос среди, так сказать, структуре. И, соответственно, я просто всегда говорил, как я могу вам как-то помочь сделать проект, на что вы конкретно фокусируетесь и так далее. То есть, если вы сможете построить отношения со своим боссом, то этот босс будет вас ценить как человека. И этот человек будет вашим покровителем. Так, Михаил спрашивает. Какая разница в культуре ИЗП между российскими IB и IB, которые находятся в РФ? Насколько часто хантят ребят из российских банков международные? Насколько я знаю, довольно-таки часто. То есть, другими словами, если вы работаете в ЭТБ, вы можете пойти в Голман и наоборот. Да, это бывает. Это распространено. Но какая разница в культуре ИЗП, я не знаю. Я не живу в России, поэтому я не знаю, что там платят ВТБ капитал и CIB. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, то, что и CIB, и ВТБ капитал платят больше, чем остальные люди. Почему? Потому что, просто, опять же, это момент с именями. То есть, почему, например, Вашфарга платит больше, чем Голман Сакс? Потому что Голман Сакс – это более большое имя. Соответственно, я уверен, что на каких-то нормальных позициях, то есть, каким-то опытом, у тебя ВТБ и CIB будет платить больше, чем Голман. Ну, Голман не знаю, но остальные, потому что в Голмане, как я уже говорил, заплаты зарплаты на уровне Лондона. Но остальные банки, я практически уверен, что российские BB платят больше, чем западные. Может быть, я ошибаюсь, но я практически в этом уверен. А что посоветуете про Private Banking? Про Private Banking я посоветую то, что нужно стараться стать клиентами Private Banking. Вот что я могу посоветоваться про Private Banking. Рекомендую. Был менеджером в российском и зарубежном банке. Шляпа, зарубеж, нет окликов. Совет. Ничего не понял. Только понял, что был менеджером. Ничего не понял. А если тебе не нравится твой босс? Ну, нужно сделать так, чтобы... Неважно, нравится ли он тебе. Главное, чтобы ты нравился ему. Можно ли с навыками в Transaction Support в Big Four попасть в Голман в IB? Скорее всего, нет. Потому что... Последний человек, которого я знаю, который попал на Off-Cycle Internship в московский офис IB, он имел очень хороший опыт, и он получил образование из университета Пенсилвания, то есть... Из этого, не из университета Пенсилвания, Пенн-стейт. То есть, другим словом, из Ivy League. Никита. Шляпа одна, рутина никаких норм инвестиций, одни налоги и никакого развития. Private Banking крайне специфическая сфера, которая именно сфокусирована на этом. Вам нужно просто нарабатывать клиентов и иметь с них комиссию. Я в Private Banking особенно сильно не разбираюсь, поэтому особенно сильного рассказать ничего не могу. Единственный вариант, вы можете попроситься кому-нибудь из ваших клиентов в его Family Office. Вот это единственное, что я могу сказать. Какая ответственность... Простите, прошу. Секунду. Какая ответственность у GS Stratts в бизнес-проектах? Зависит от проекта. Ну, ты серьезно. Может быть, начиная от анализа какого-то там рынка, заканчивая разработкой стратегии по выпуску новых продуктов именно на основе количественных моментов. Егор говорит, что западный ББ в РФ платит больше. У меня была другая информация. То есть, опять же, я могу сказать, что может быть не на начальных позициях, а уже там 2-3-4 года. Насколько я знаю, российские платят больше. Так. Какая... Так. Влас, немного не по теме, но все же, какие хорошие варианты ухода из Big Four? Валюэйси и адвайзер видите. Есть ли возможность уйти в тот же Private Banking? Спасибо. Ну, это как-то немножко разные абсолютно вещи, потому что все-таки Валюэйси и адвайзер, это адвайзер, это абсолютно другой скиллсет. Если вам интересно Private Banking, идите. Но это не тот скиллсет, который у вас есть. Так, ребят, еще какие-нибудь вопросы есть? Никитов? Согласен. 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 То, что тот момент, то, что несмотря на все мои там достижения, все равно являюсь иностранцем, это в США, поверьте, в Европе еще намного хуже, Европа намного более ксенофобная, чем США, и все равно тут я всегда буду иностранцем. И это, кстати, очень сильно ограничивает ваше карьерное развитие. Даниил говорит, как вы оценили перспективы рынка капиталов в РФ? Все будет нормально. Вот что я могу сказать. Нормально, опять же. Растяжимое понятие, но все будет нормально. Какая наилучшая траекторна попадания в IB для недавнего выпускника в ВУЗа? Попасть либо в бутик, либо в Big Four Valuation Deal Advisory. Окей. Пьер, спасибо. А, Николай, спасибо, что он помнит. Дмитрий говорит, какие скиллы необходимо иметь, чтобы попасть в IB или на какие направления лучше пойти? Именно приоритеты направления для IB будут какие? Это, понятно, корпоративные финансы. Это, условно говоря, все то, что мы учим в рамках нашей финансовой академии. То есть это бухучет, это корпоративные финансы, это знание рынков, потому что рынки обязательно нужно знать в любом случае в инвестиционном банкинге. Это какие-то soft skills, это Excel. Это, условно говоря, вы можете либо записаться на наш курс, либо просто зайти на нашу академию и посмотреть, какие топики мы покрываем. То есть, как я уже говорил, вот, собственно говоря, на вот этом слайде. То есть наша академия именно фокусируется вот на этих вещах, которые помогают вам попасть в IB. Теперь типичный день аналитика в IB. Все зависит от того, заставили вас на сделку или нет. Если вы только пришли в анализ первого года, то вы будете писать какие-нибудь бесполезные бумажки типа проспектусов, вы будете писать CIM, вы будете писать, вы будете, короче говоря, делать всю ту работу, которую никто остальные делать не хотят. Потому что ваши более старшие коллеги будут делать модели, будут производить какой-то начальный due diligence, вы будете все эти документы собирать, и вы будете составлять информацию на основе того, что вам сказали. Вот в чем, собственно говоря, заключается день аналитика в начале карьеры. Обычно день идет от 12 до 16 часов рабочий, и, соответственно, вы выполняете всю ту работу, которую никто другой делать не хочет. Вот и все, собственно говоря. Николай Александров говорит, какие требования будут к трейдерам в Big Four? Я даже не знаю то, что в Big Four есть трейдеры, если честно. Василий спрашивает, есть ли Machine Learning в инвестбанках, есть ли есть, в каких отделах в основном используется? Это есть, он используется в трейдинге до определенного уровня. Это используется в рисках для оценки различных направлений, и это также используется в инвестициях, где Machine Learning помогает в различных направлениях. Вы можете в записи группы найти мои вебинары по Data Science и Quantitative Finance, там я все это детально объясняю, где и как используется. Какие еще есть вопросы? Нет. С CFA может изменить топ-университет при отборе в IB? Нет. Это, конечно, будет плюс, но это никак не заменит топ-университет. Хороший опыт? Да, заменит. Окей, ребят. Еще один вопрос. А, вот, Вера. Если имеешь скиллсет бизнес-аналитика IT и немного работать тестером, но Mind Finance, и это однозначно направление кванатериев или как? Да, да. Можно идти в кванатериев, можно идти в страд, можно идти в различных вообще направлениях. Всегда нужны люди, которые знают, как делать аналитику и знают, как там писать код и так далее. Поэтому направлений много. Направлений много. Вы можете просто зайти и посмотреть, где конкретно нужен именно ваш скиллсет. Самое лучшее получается оценка бизнеса для IB. Самое лучшее для IB – это IB. То есть, другим словом, если вы можете пойти в... Чем более приближенный вы находитесь к вещам, которые вы делаете в IB, тем наиболее у вас будут высокие шансы. Окей, ребят. Спасибо, что были. Сегодня послушали, собственно говоря, почему я ушел. Надеюсь, ответил на все вопросы, все какие-то недопонимания. Я думаю, раскрыл. и, соответственно, всем было полезно. Окей, набомбили вопросов. Александр, я не знаю, что такое кубок Робинсона. «Насколько реально попасть в GS, имея диплом нетопового вуза в РФ, не пройдя финансовую академию или еще несколько курсов от СССР, но пройдя? Или все же диплом нетопового вуза точно не поможет пройти даже скрининг? Возможно ли компенсировать нетоповый вуз хорошим опытом в IB? Да, то есть, условно говоря, вы, пройдя наши курсы, можете попасть в какую-то компанию, в какой-то бутик, даже в тот же самый Big Four, где вы можете найти, чуть-чуть поработать, и уже ваш опыт в околообещенном направлении поможет вам попасть туда, куда вы хотите. То есть, это, понятно, не заменит, но это поможет вас, собственно говоря, поставить на тот путь, чтобы в итоге попасть туда, куда нужно. Имеет ли смысл заканчивать экономическую магистратуру в ШРШ или идти на стартовую позицию стажера, например, в Big Four? Я бы пошел по работе, бы, начало. Не, если вы уже учитесь, то закончите. Ну, а если вы думаете, то я советую сначала пойти поработать. Если всемирный кубок трейдеров, про который все знают, наверное, он поможет. Если вы действительно можете показать отличный результат, то, скорее всего. Но вы должны понимать то, что торговля для себя и торговля в банке это абсолютно разные вещи. Просто на 100% абсолютно другие механизмы. Но и, как бы, да, это если вы можете показать реальный результат, то это, конечно же, будет намного больше, чем, намного лучше, чем любые другие направления. Ладно, ребят, надеюсь, всем было полезно. Всем спасибо. Если что, задавайте вопросы, задавайте здесь, задавайте лично. Еще раз говорю, всем спасибо.